С проблемой мобильности в общественных местах и даже дома часто сталкиваются те, кто передвигается при помощи инвалидного кресла. Но порой, усложняя задачу и само средство передвижения, депутат городской думы Светлана Козлова помогла одному из жителей областного центра, который к ней обратился с просьбой о помощи. Жители Твери Александра Блинова знакомой называют не иначе, как Кулибин. До инвалидности мужчина работал инженером-конструктором. После двух инсультов передвигается при помощи инвалидного кресла. Но если ноги не работают, то руки точно не подводят. Инженер соорудил себе тренажеры для занятий лечебной физкультуры и другие приспособления, облегчающие его быт. Все тяжелые телеги, сейчас тяжелые инструменты в коробках, видите, под столом, смотрите, под столом. И все они на тележках. То есть я имею в любое время возможность их перелегать. Чем-то человек должен жить. Это моя жизнь. Вот только собственное средство передвижения, инвалидная коляска, со временем пришла в негодность. Чтобы получить новую, необходимо оформить документы, что для одинокого человека непросто. С этой проблемой Александр Блинов обратился к депутату Тверской городской думы Светлане Козловой. Ею в свою очередь было принято решение приобрести новые кресла за личные средства. Александр Петрович, вот мы сегодня привезли вам коляску. Надеемся, что пригодится и будет вам удобно. Светлана Козлова, как никто другой, знает о проблемах тех, кто передвигается при помощи инвалидного кресла. А потому решение этого вопроса назрело быстро. Мы очень ответственно подошли к этому моменту. Важно, чтобы коляска была универсальной, удобной для человека. На себе это знаю хорошо. И уточняли, какая необходима ширина коляски, для того, чтобы она проходила в проемы и, допустим, в ванную, и в комнату. Чтобы была просто удобной. Теперь Александр Петрович будет мобильнее, а вскоре сможет беспрепятственно выезжать в новом кресле на прогулку. К тому же депутат инициировала обращение в управляющую компанию об оборудовании в подъезде дома, где живет колясочник Пандуса. Продолжение следует...